Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон и я приветствую вас в прохождении пятого эпизода Хитман. Буквально только-только он вышел и с удовольствием пройду его сразу после четвертого эпизода. Итак, этот эпизод будет проходить у нас в Колорадо. Ну что же, давайте-ка мы перейдем сейчас к инструктажу. Доброе утро, сорок седьмой. У нас появилась информация о таинственном клиенте. Компьютерные специалисты МК выявили, что анонимные данные нашим клиентам отправляла некая Оливия Холл, хакера-активистка, подозреваемая в десятках случаях кибервандализма. Холл приложила немало усилий, чтобы замести следы с помощью луковой маршрутизации и самых современных технологий. Она умная, но мы умнее. Ее цифровой след привел нас к уединенной ферме в Колорадо. Судя по видеосъемке, полученной со спутника, там расположен закрытый тренировочный лагерь для частной группировки боевиков, который укладывает уже знакомая нам цель Шон Роуз, австралийский эко-террорист и специалист по взрывчатке. Разыскиваемый за организацию ряда взрывов. Роуза видели неподалеку от места пропажи Томаса Кросса, так что на данный момент он наш главный претендент на роль таинственного клиента. Под давлением Эриха Содерса, совет директора ФМКА попросил нас проникнуть на ферму и устранить Шона Роуза. Вместе с ним в списке три особо важных персоны. Эрза Берг, отставной специалист МОСАДА под опросом. Пенелопа Грейвис, бывший сотрудник Интерпола из отдела по борьбе. Майя Парватти, бывшая наемница и контрабандистка Томильских Тигров. Буду с тобой откровенно, 47-й. Уже не первый раз решение Эриха Содерса кажется мне поспешным и непродуманным. Мы не можем пойти против совета директоров, но ничто не мешает нам провести собственное небольшое расследование. Нам надо выяснить истинные цели, независимо от того, является ли он угрозой для МК или нет. Готовься. Да, господа, я аж охренел, читая так быстро весь этот текст. Ну что же, у нас будет, ёлки и палки, господа. Четыре цели? Четыре цели в этой миссии? Да, ребята решили реально сделать длинную миссию неожиданно. Обычно две, две, две. Уже четыре эпизода подряд у нас было две цели. Но сейчас четыре. Шон Роуз, Пенелопа Грейвис, Эрза Берг и Майя Парватти. Ну что же, дорогие друзья, давайте-ка планирование. Предмет в тайнике. Лачуга у южной границы. Давайте разместим там, наверное, 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 всё-таки снайперскую винтовку. Потому что я думаю, это будет такая серьёзная миссия. Прям такая боевая миссия, я бы даже сказал. Вместо монеты я бы взял, наверное, всё-таки... Нет, вместо удавки я возьму отмычку. Монету лучше оставить, потому что это нужно. Это нужно для отвлечения. Ну что же, давайте-ка начинать миссию. Добро пожаловать в Колорадо, 47-й. Круппировка боевиков организовала штаб на старой ферме с абрикосовым садом. Похоже, что сейчас бойцы обучаются выполнять координированные удары от кибератакс до полноценных боевых операций. Судя по всему, таинственные клиенты объединяют экспертов-радикалов со всего мира. Наемники и террористы, хакеры и шпионы, ими всеми движет какая-то неизвестная общая цель. Спутниковое сканирование показывает, что командный пункт находится под землёй, внутри старого штормового бункера. Однако доступ есть только у Роуза, так что тебе придётся проявить изобретательность. Это место крайне опасно и очень хорошо охраняется, так что будь осторожен. Удачи, 47-й. Давненько таких миссий не было. Так. Получается, здесь я заберу свою снайперку. Отлично. Здесь есть монета, ребята. Одна, по крайней мере. Да, у меня, естественно, видно оружие, потому что снайперку никуда не спрячешь. Там, ребята, здесь, ребята. Вон две цели. Вон ещё две цели. Возможность. Псих в маске? О чём ты, чёрт возьми? Я был на посту охраны, смотрел записи. И там заложник допрашивает такой жуткий тип. В маске, напечатанной на 3D принтами. О, это должно быть Берг. Эзра Берг, легендарный оперативник МОСАДЭ, специалист по допросам с использованием медикаментов. Судя по всему, он здесь, чтобы допросить заложника. По нашей информации, в гараже он устроил импровизированную лабораторию для создания препаратов. Однако большую часть времени он проводит в подвале. Возможно, это шанс, 47-й. Так, найдите ключ от подвала. Если бы мне замаскироваться под одного из наёмников, Да только, наверное, не получится. Он, конечно, молодец, отходит туда-сюда. Господи, он решил покурить с этой бочкой рядом. Больной ублюдок. Это Шон Роуз, бывший террорист, а теперь инсургент. Дивергент, инсургент. Так, ладно, посмотрим. Заряд слишком слабый. Смешай ещё гели. Добавь ещё полпроцента нитроглицерина. Будет сделано Шон. Смесь нужно приготовить точно. Сдержимое сейфа не должно быть повреждено. Как закончите, напишите мне смс. Я приду проверить, не намешали ли вы что-нибудь такое, что отправят нас прямо на небеса. Это всё. Так. Хм. Подожди минутку. Подожди минутку. Блин, вообще не представляю себе, как мне пройти. Просто пипец какой-то. Если бы можно было через окошко его как-то вальнуть. Мне кажется, он там не один. Да, он там не один, ребят. Ого. Вот это я бы сейчас спалился. Самое поганое, что оба-то внутри. Сколько их? Двое. А здесь кто? Ничего не понял. Это как это? Это почему это меня ищут, ребят? Сейчас объясните мне, пожалуйста, и быстро. Ну, понятно, короче. Что-то, да, ладно, меня это не устраивает. Так. Здесь? Ну, здесь так здесь. Хм. Не. Что-то не то. Вот, вас ищут. Кто меня ищет? Почему меня ищет? Кто и как меня мог заметить? Объясните мне. Господи, арест какой-то. Так, ладно. Давайте сюда грузанемся. Здесь меня точно никто не ищет. Да, наверное, когда лес через верх... Ай, убит посторонний. Вы издеваетесь, что ли? Они просто чмошники. Зачем мне? Это же бандиты. Почему я должен... Так. Ага. Сейчас отопру его куда-нибудь. Тут особо-то некуда. Ладно, я очень надеюсь, что это оружие никто не обнаружит. Как, в общем-то, и тело. Так, ну все. Теперь они меня уже могут... Да, нормально. Теперь я уже могу уходить. Принсик еще для усиления заряда. Свинцовая труба. Ладно. Я не могу туда зайти. Типа, это бичевые наемники, а там крутые наемники. И крут... То есть, бичевые не могут проходить крутым. Шон Росер кодит операции. Я не понимаю, почему босс выбрал его. Я понимаю, Рейнольд одиночка. Дерг специалист в русской области, не стратег. А Парвати... Парвати есть Парвати. Я думаю, Роуз хочет быть лидером. Он предан делу и абсолютно безжалостен. Слышал его план по устранению Саймона Деверо? Гениальный директор биосферы. Знаю, что он создает бомбы. Да, да, да. Так вот. Деверо, он так, как... Как Томас Крофс. Ему совершенно невозможно подобраться. Но... Еще он фанатеет от хай-тека и недавно заказал умные часы ЛИНК-ФО. Так вот, этот больной ублюдок Роуз придумал превратить батарейку ЛИНК-ФО... Как я председаю, в полноценную бомбу, а потом подменить часы при доставке. На нажатие кнопки... Прощай, Деверо. Довольно сурово. Конечно, враг, я понимаю... Ну, это как не спортивно. Да, и там, план уже готов. И опять-таки именно поэтому Роуз руководитель. У него цель всегда оправдывает средства. И психопат ни перед чем не остановится. Прикольно. Не, ну здесь классно, реально местечко красивое. Блин, я никогда не получу эту храку. Я тоже хочу их. Так, у нас есть наемники. Недавно еще появилось пару парней из Цикады. Кто там что долбит, я не пойму. Это звуки вообще страшные. Так. Ну, понятно, что метод. Даже охрана сюда не может заходить. Офигеть. Ладно. Хорошо, хоть и с оружием можно шляться. Прям наперевес. Ты игрушки, чё за... И посмотрите, что они сделали с домом. Это не правильно. Если мой старый человек был жив, он бы уйдет на улицу с шагом. Короче, они недовольны то, что... Типа, чё они сделали с домом. Отлично. Я не понял, они с двух сторон, что ли, стоят? Или здесь другой там? Отключить предохранительную коробку. Но он меня увидит тут же. Ой, мать его. Это запретная зона. Еще он меня может узнать. Нет, не может. Я просто в запретной зоне как-то. И где ключи? Ты не можешь перейти в эти предыдущие. Ты просто спасаешь себя много проблем. Клевый ящик. Прям для этого. Где же эти чертовы ключи? Плакат с хорошо исследованы факты и фигурами. Эти армии и вероятные. Что ты думаешь? Ты серьезный? Я, 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 я думаю... Ты нужна профессиональной помощи. Слушай, ты... Эй, что ты делаешь здесь? Это... Это Изра Берг. Из-за Моссад. Он обеспечивает его. Его служба сейчас не нужна. В моменте. Мы имеем инкрутер. Он должен умирать в следующих 3 минут. что вы смотрите я понимаю что я красавчик но чё надо что происходит объясните мне сейчас они чё-то затупили что происходит они вроде как не могут ко мне докопаться потому что я в легальной зоне но при этом ходит за мной и чё-то пытаются сделать но не могут а дам у копси блин не успел вернее не то что не успел это не то вообще был то его надо было рубануть мысль горит ему пришла может быть дозы неправильно дозу я проверял а если так извините извините может быть есть что-то плохое с этим опять же проверял это слушай мне нравится твой интерес в моем работе но это еще сложно на все эти вопросы нет нет я просто обслуживаю это действительно что-то еще что-то за мной но это что ты делаешь абсолютно нет не что наконец-то уничтожить людей электричество и уничтожить крючки это не мое дело Выбросить куда-нибудь. Ты не знаешь, что секрет? Конечно. Ты не знаешь, что секрет? Конечно. Молчание. Почему я в этот же ящик не могу сбросить? Ладно. Так. А-а-а, теперь он меня может спалить. Капец, он меня чуть, это... Не выпалил. Вот он стоит теперь здесь, понимаете? Так. Отлично. Отлично. блин так ладно пошли за ключами таком случае раз теперь здесь чисто войти галлюциногены галлюциногены эзерберг идеально для добавления в сигарету гаечный ключ нитроглицерин специалист по взрывчатке скрыть предмет так что здесь записки с информацией о ходе проводящегося эзербергом допроса с применением препаратов автор отмечает особенности методики берга указывает конкретный вопрос состав разработанных лаборатории препаратов отмечено что в экспериментах берк часто применяет бунзеновскую горелку и что приносить проносить горючие вещества в лаборатории строго запрещено класс так отвертка тоже пригодится видео-трансляция ах ты же ё-моё вот урод ключ от подвала отлично это ключ от подвала где эзерберг допрашивает заложника так слабить винтик в общем если он сюда вернется он включит бунзеновскую горелку скорее всего здесь же он готовит всю эту дрянь и взлетит на воздух так хорошо я надеюсь это подействует и не взорвется кто-то еще лишний так еще и надеюсь что никто тело не найдет так ну что я пройду фиктор добудьте маскировку а элитного бойца точно вот же здесь она мне лежит прекрасно только что мужик приходил или же блин других шмот так не в подвал это пенелопа грейпс известная аналитика дела спрашивала спрашивала не привыкла к такому обществу чейнант но я все не знает волка и тут грохнут на отключить сервер зачем мне отключать сервер чтобы привлечь внимание зачем не привлекать внимание вот этого я не знаю ладно ого где тут лестница в ее просто снаружи что ли не пойму ладно наверное вот получил доступ к тайному досье как узнал в проекте врага в италии марокко чем его убивать глав яга точно это их босс наверно русский увидел волоса в лицо а противник наверняка знал о яга наверно даже пытался их услугами время от времени пользовался это была предосторожность ничего более ненавижу попадать такую ситуацию когда я один палит и второй палит и третий палит Все может быть, нет? Оооо, слишком долго... Слишком долго я был под подозрением. Так, ладно. Надо выйти через другую дверь. Да-да-да. опа искал не отмычка будет нужно на так ну ладно блин я не знал что он просто выхожу прям лицом к лицу и тут же он как бы мне его реализовать вот так но ящик то есть бойлер какой-то а вон он спутание пройдено язык проглатил Теперь остаётся дождаться Берга. Вот ещё лестница. Всё, я понял. Кажется, он спускается. Есть. Ну и чё? И что дальше? У меня просто в задании дождитесь Берга. Это что значит? Это прикончить его? Просто обычная возможность реализуется. Ну как бы до того, как ты... Так, возможности. Ну вот. Он вообще... Он вообще вернётся или нет, ребят? Мне интересно. Вот он возвращается. Я не понял, что такое. А, он не один возвращается. Я не понял. Хорошо, 47. Так. Ну, к удаче, перфекционист взглянет на свои записи, чтобы разобраться с произошедшим. Чё, всё, что ли? Он ушёл? Мне же его просто убрать нужно, правда ведь? Хм. В итоге, он ушёл. Да, давайте я загружу просто и прикончу его. Ну, не вижу вообще смысла. Не вижу вообще другого смысла, кроме как... Хорошо, 47. С какой-то успехом, перфекционист Эзра Берга захочет перфекционировать свои записи близко, чтобы понять, что случилось. Я понял, что случилось. Он пришёл и увидел оружие просто. Эзра Берг устранён. Отличная работа. Ну что, дорогие друзья, вот, в принципе, так я и устранил Эзра Берга. Пузырёк с таблетками, смертельный яд. Что ж, пригодится, ребят, пригодится. Ключ от гаража, ключ от импровизированной лаборатории, расположенной в гараже сбоку от главного дома. Ну что же, дорогие друзья, встретимся мы с вами в следующей части, где я перейду к устранению остальных целей. На этом у меня всё. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям все ссылки под видео. С вами был Гидон. Всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok